Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии исполнилось 15 лет. Прошедший год для Росреестра по Карачаево-Черкесии был юбилейным. Его итоги подвела вместе с журналистами республики в информационной обстановке руководитель управления Аминат Батчаева. Подробности у Фатимы Дауровой. В ходе пресс-завтрака руководитель регионального управления Аминат Батчаева рассказала журналистам о законодательных инициативах госоргана и их реализации на территории республики. О том, как изменилась система регистрации недвижимости и Росреестра в целом за 15 лет. Одно из главных достижений, по мнению руководителя, увеличение скорости обработки запросов и оформления документов. Управление Росреестра по Карачаево-Черкесии, подводя итоги за год, могу сказать, что мы на высоком уровне. Это категория 3А. Достигли определенных результатов. Можно сказать, у нас хорошие результаты по электронной регистрации недвижимости. Можно сказать, по регистрации ипотек мы успеваем регистрировать в течение 8 часов. Важнейшим изменением стало также повышение доступности услуг Росреестра. Если в 2000-е годы личное обращение в органы регистрации прав было единственным способом подачи документов на регистрацию, то в настоящее время документы могут быть представлены как в электронной форме, так и через офисы МФЦ. Упрощение процесса бумажной бюрократии стало залогом эффективности работы управления. Любое физическое лицо, обратившись в многофункциональный центр или ППК Роскадастра, либо сидя дома, может обратиться с заявлением и на кадастровый учет, и на государственную регистрацию прав. И все это делается уже в нашем органе. Также особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством. Если раньше физические лица могли запрашивать любую информацию по объектам недвижимости, и там выходили персональные данные правообладателя, на сегодняшний день без разрешения самого правообладателя такая информация уже не выходит. На сегодняшний день Росреестром задействованы дистанционные методы в осуществлении государственного земельного надзора. Материалы аэрофотосъемки, выполненные с помощью коптеров-беспилотников, помогают выявить нарушителей требований земельного законодательства, а также получить данные о рельефе и особенностях местности для единой электронной картографической основы. Большие изменения у нас, если говорить по земельному надзору, у нас теперь два беспилотных летательных аппарата. То есть теперь можно их направлять по небу, и мы гектарами измеряем. В ходе встречи Аминат Бачаева выразила благодарность и признательность представителям региональных СМИ за объективное освещение деятельности управления и многолетнее информационное сотрудничество. Фатима Дорова, Алибастанов, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия.